Ну что, продолжаем строечку, короче, прикупил кирпичика, потому что битый кирпич мой уже практически закончился, тот который был целый, половинками естественно выкладывает как-то не камильфо, я поехал купил кладочный кирпич, ну типа рабочий кирпич, честное слово. Вот эта вот срань стоит 19 рублей штучка, за вот эту вот срань, это еще ничего таких экземпляров, но видите, вот трещины, 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 за вот это вот, блин, 15 жалко давать, понимаете, да, то есть вон он здесь, короче, полопанный, потресканный, какой-то непонятный, еще там мне, говорили, а что ты, говорит, не берешь, с отколотыми углами, говорю, нафига он мне нужен, да там раствором мазонешься, я говорю, ну если скинешь мне, блин, по 5 рублей за каждый сколотый, то я возьму его, не, не скинем, ну тогда вот оставь их себе, нафиг, я не хочу, брал поштучно, 19 рублей штучка, 72 штучки я взял, ну я в машине возил, ну так нормально, машина так села, конечно же, ну ничего так, нормально доехали, выдержал вообще-то дело, все, наверное, все ништяк, блин, чуть в эту яму в третий раз уже не провалился, вот, там у нас кладочка идет, естественно, она здесь немножечко неровная, туда-сюда, ничего так пойдет, ты его не доложил, короче, оттуда пойдет вот этот вот, еще вот ряд вот, вот отсюда вот, короче, ряд вот там вот пойдет уже из нового кирпича, мешаю, как обычно, плиточный клей, цемент и песок, через решеток, через сеточку вот такую алюминиевую, вот, вот в этом ведерке замешиваю, вон, перфоратором, короче, мешаем, вот такой венчик у меня обычный заводской, без заморочек, есть лютый, там такой, с лопухами еще наваренными, тут вообще перемешивает дьявольски просто, но оттого очень большая вибрация, поэтому мешаю этим. Съездил немножечко за кирпичом, вот вчера привез 72 штуки, сегодня еще 200, а вот 272 штуки, чтобы выложить яму полноценно, и вот столбик вот здесь вот будет, наверное, все-таки же буду делать из кирпича, кирпич по 19 рублей, ну, как вы сами понимаете, ну, блин, дорого, очень дорого, вот вчера я что там сделал, сейчас я вам попробую показать, что я тут вчера делал, вот так вот вчера я вот положил, вот она яма, да вроде все нормально, там половинки, шмоловинки, все это все равно будет, потому что катурится, да, здесь висит тысячу раз, хоп, я в одном месте профукал, ну, так сказать, ну, нормальность, правильность, так сказать, и вот там вот надо сюда вот будет песка, короче, нафигарить, вот видите, вот, это влага, видите, сколько много есть здесь, так что пленка, пленка, это очень важно, ну, вот как-то так вот, потихонечку сейчас перетаскаем кирпичок, вот, я сегодня с начальником, так что все нормально, и вот, вот, потепенно, постепенно мы ямочку догоним, вот так вот доверху, я думаю, что вот это вот, наверное, последний ряд кирпича, это я все сниму и выброшу отсюда, чтобы полочка была вот здесь, мне хочется, чтобы полка была вот такая вот, потому что я как раз вот руку положил, туда-сюда, не вот здесь вот, как-то она так, как-то получается высоковато, а здесь в этом, она будет все вернуть чуть-чуть выше, потому что здесь будет бетон, типа налито, вот так что, да, это последний ряд у этого, этого ряда, а дальше она пойдет вверх, короче, подниматься, и туда будет продлеваться, ну, к стенке будет приклеиваться, что-то я вам ничего не снимаю, а поснимать-то надо, я выложил яму с этой стороны, все как я хотел, там полочка есть, ну и стены, да, ну, как бы они немножечко ниже, чем опалубка на яму, как опалубка, рамка, ну, мы все равно же с вами будем и пол пониже сделаем, потом пенопласт, шминопласт, всякая фигня, плюс здесь делаем рамку до конца, до упора, обвяжем полностью яму, вот, и потом зальем бетоном, так что нам, как бы, вот, сильно до конца их делать-то не надо, экономия, пленка нормально лежит, все классно, на ту сторону, я уже тоже все здесь выложил, как бы, в принципе, нормально, даже сделал себе ступенечку, положил уголочек, и на него кирпичики, кирпичики лежат на уголочке, и частично на одной из ступенек там, вот так вот, видите, как они вон там, вон, все в клею, уах, уах, уася, все классно, короче, уголочек покрасил специально, чтобы не ржавел алкидом, вот, я думаю, будет все лежать, наступать пока не надо, ну, практически в горизонте он лежит, смотрите, вот вам уровень, вы видите, да, знаете, ничего не видно, секундочку, во, ну, то есть, в допуске, но, в любом случае, еще будет здесь небольшой слой клея и плитка, кафель, здесь будет теплый пол, сделанный вот там, вот на этом, вот на этой вот ступеньке, вот, немножко туда он будет углублен, вот, и опять-таки же, заливка, плитка, вот, ну, а здесь, вот на этих ступеньках не будет теплого пола, иногда очень хочется вот так вот сесть в яму, вот на эту вот ступенечку, да, она будет чуть-чуть повыше, и все, ты сидишь такой, присел, носки вытянул, класс, хорошо, жопу греет, все ништяк, так сказать, здесь вот надо, надо вот на этом вот месте теплый пол там, ну, здесь будет парочка, короче, витков, и потом оно поднимется, там дырку сделаю, кстати, и там выйдут у меня тропки и пойдут сюда уже, в сторону корла, так что вот так вот я поработал, типа вот замесы туда-сюда, вот, последний, так сказать, клал уже на цемент, задолбался я на этот плиточный клей класть, что-то как-то не очень, на цемент, по-моему, круче, посмотрим, я думаю, что все будет держаться, все будет ништяк, плиточный клей их тоже хорошо клеит, все ништяк, естественно, я не чистым плиточным клеем фигарю, я там с песком его мешал, три части песка и одна часть плиточного клея, нормально, вот там уже, с той стороны, а давайте я вам покажу, как же он здесь в яме, вот здесь в яме, у меня здесь уже практически все высохло, все, вот оно вот, все уже, войдите, уже камень, наверное, здесь вот это вот пообрезаем, прошибаем, все, чтобы вот так вот получилась ямка, да, то есть, здесь вот будет небольшая такая полочка, чтобы что-то можно было, фонарик, шуруповерт, гайковерт, шмальповерт, болгарку, фигарку и прочую фигню, да, кстати, по поводу вот этой вот пленка, стенка, то, что стена у меня упирается просто в стену, вот, здесь я уже тут уже, короче, подумал, придумал, все будет, все будет чики-пуки, ребят, не переживайте, а что здесь сделаем, поставим пенополистирол, у меня есть десятый тоненький, сюда сделаем щит, поставим пенополистирол, здесь небольшая такая вот воздушная прослойка будет, арматура сюда и сюда бетон, короче, зальем, получится такая стенка, через пленку, стенка бетонная, вот, это чтобы она и теплой будет, потому что здесь пенополистирол, я его потом еще раз по штукатуре, ну, где-то вот так вот оно съестся, вот на вас только вот, да, где-то примерно вот так вот, такая вот будет полочка, такая не кислая, нормально, короче, будет, все будет классно, так что здесь будет у нас пенополистирол, наклеенный там будет бетоном все залито, так что обе стены я свяжу в любом случае бетоном, все будет классно, никуда они сюда не свалятся, потому что я начал переживать, что сейчас буду, короче, задавливать, или вообще, когда будет задавливать, будет давить, давить, давить постепенно. Как бы стена сюда бы не уехала. Не уехал. Я придумал, как выйти из этого положения. Из этой ситуации как выйти. Как вы видите, немножечко эта стена повыше, чуть-чуть пониже, по-моему. А может, наоборот. А может, поймешь, короче. Так на глаз хрен определишь. Ну, как бы, да, последний ряд, вот, да, это чуть-чуть ниже, а это чуть-чуть, получается, выше, чем это. Ну, там, тоже в допуске, короче. Но видите, да, какие у меня швы. То есть, вот, ровно в палец. И какие здесь швы? Такие, такие, такие. То есть, видно, да, как вот здесь вот так вот, раз, яма, так вот. Короче, клали, рыгали, как хотели. Это я тут что-то тут выводил, чтобы все ровно было, там, вот. Чтобы здесь все ровно было, чтобы шовчики. А здесь ребята, короче, накидывали, набрасывали. А раз, раз, я верю, что вот эту яму они выложили там за один день полностью, целиком. Вот, так что здесь пленка. А на полу, так что я, короче, помучился еще здесь. Заморазил. Так, мне нравится, короче, видон. Такой прикольный кирпичик. Мы, естественно, вещь по штукатурям обязательно. Он будет наштукатуренный, все будет классно, здорово, великолепно. Вот. Как в той самой песне. Такая вот ямка получается. Здесь вот полочка. И вот такая вот яма. Там вот ступенечки. Ну, и сама как бы вот яма, да. То есть, естественно, пол приподнимется примерно вот где-то на сантиметрах, наверное, 10. То есть, утеплитель ляжет. И на него будет там трубочка, армировщая сетка, трубочка. И все это будет залито бетоном. Здесь в полу будет бетоном залит. Так что, вот такие вот пироги. Вот так вот. Яма, в принципе, относительно, скажем так, готова. То есть, такой промежуточный вариант. То есть, я стены выложил. Там стены есть. Здесь стены есть. Все классно, здорово. Ушло, ну, скажем так, полтора мешка цемента и два мешка плиточного клея. Вот. На это дело и, ну, 200 кирпичей примерно. 200. Даже, наверное, больше. Где-то 230 кирпичей. Ушло на эту мега адскую постройку. 230 где-то, ну, где-то так примерно. Вот. И вот сейчас оно сохнет, стоит. Здесь уже вообще все засохло нафиг. Все уже схватилось. Не шатается. Все классно. Вот. Пускай досыхает, перелипает туда-сюда. Вот. Надо будет пленку поднять, края вот здесь вот. И за пленку насыпать песка, протрамбовать его, пролить его водой, чтобы он уселся максимально плотно. Вот. Как-то вот так вот. В принципе, стены в яме готовы. Можно переходить к постройке столба, чтобы перенести ворота. Так, да. Хотелось бы добавить немножечко про вот этот вот кирпич, который новый. Это кирпич старый. Давайте я вам покажу его. Видите, какой он? Он нормальный весь везде и весь красный, да? И колется он там, где тебе надо. То есть ты берешь зубило, простукиваешь вот так вот полосу с двух сторон, потом посильнее еще раз простукиваешь, и он в этом месте именно колется. Этот кирпич – это отдельное чудо. Сначала звучит он как, не знаю кто, а во-вторых, колется он вот так, и вот такой он внутри. Посоветовавшись с экспертами по кирпичам, мне сказали, что он тупо пережженный. Ребята забыли выдать его из печки вовремя, в срок. И он превратился в такое вот унылое говно. Ну, он реально говно, потому что вот он, видите, как он выкрашивается. Да. Очень интересное зрелище. Короче, вот и звук у него такой. Видите, такой вот. Не кирпичный, а какой-то керамический. Как будто я какими-то пустотелыми кирпичами стучу. Хотя он не пустотелый вроде бы. Вот. Ну, такой вот. Как керамика звучит. А этот так не звучит, этот звучит по-нормальному, как кирпич. Короче. Яму я сделал. Все. Здесь затрамбовал. Насыпал. Чуть-чуть. Вот столько вот. Протрамбовал. Опять чуть-чуть насыпал, протрамбовал. Чуть-чуть насыпал, протрамбовал. Долго, муторно. Руки уже устали. Ноги уже устали ходить туда-сюда носить, копать. Закидывать такой вот палкой махать. Где вот она? Вот этой палки я, по-моему, и трамбовал. Не бунтой. Вот. Ну, короче, доской просто, короче, простукиваешь. Потом ногу еще раз переминаешь. Потом еще раз доской простукиваешь. Становится очень плотно. И еще наваливаешь. Здесь, короче, протрамбовал, протрамбовал. Здесь протрамбовал. И с той стороны тоже. Вот я вам покажу. Протрамбовал. Вот. Так что, в принципе, все. Здесь вот этот вот камень уберется. И отсюда вот часть щебня с песком перейдет сюда, в эту яму. Как раз он здесь очень хорошо утрамбуется, щебень с песочком. Ну, вот. И в любом случае мне здесь надо будет понижать уровень. Здесь надо будет понижать уровень. Ну, вот этот вот уровень отсюда переедет вот туда, в эту вот кучу. В эту вот яму, точнее. И надо сделать парочку дырок. Вот видите, вот Африка у меня перевернута. Вот. И в ней надо посверлить дырку, посмотреть, какая там толщина стенки, туда-сюда. Кстати, потолок начал мокреть. Видите, он где-то затекает. Я вчера лазил на крышу. Вот видите, вот купил битомный герметик. Битому каучуковый вот такой вот. Титан, герметик, битому каучуковый для кровли. Ну, им вроде все стыки щели позамазывал, где чего-то там могло быть. Но пока еще черная не высохла. Но она долго здесь сохнет. Вот. Как бы вот в этом месте, короче, хочу сделать дырки, посмотреть. И по-хорошему надо, да, нужна большая болгарка. Надо выпилить вот так вот. Полосочку. И еще рядом с ней на толщину полтора кирпича. Полосочку выпилить. Выбить нафиг это. Сначала поставить подпорочку сюда. Выбить нафиг стенку. И выкладывать здесь столб. Вертикальный, хороший. Вот. Как-то вот так вот будем работать.